Так, вот мы переснимаем выкройку с очень хорошей, красивой кофточки, трикотажной. Выкройка крайне простая. Очень нравится клиенту, супер просто все. Но тут, смотрите, какой момент. Видите, он как косится все. Она мне тоже говорит, ой, Света, ты знаешь, что-то вот перекошено. Я ее не могу отутюжить. Мне кажется, что какой-то перекос. Я говорю, ну, конечно. Мы сейчас будем переснимать так, чтобы получить эту выкройку без перекоса вот этих. Потому что я практически на 100% уверена, что его не должно было быть так. Потому что оно косится вот здесь, и сильно залетают вот эти вот швы. Но я не думаю, что это должно быть вот так. Тем более наш клиент этого не хочет. Как бы мы вот тут не выправляли этот рукав. Смотри, у нас один длиннее, другой короче. Ну, такие выкройки могут быть запросто. Но мне кажется, что здесь просто, ну, конструктор или закройщик, который это, ну, все краем. Где-то, видимо, что-то там с тканями, с наложениями этих слоев было, что-то еще. Короче, что я думаю надо делать? Я думаю, что надо одну на другую складывать и снимать одну вторую или одну четвертую нашей корточки. Проверить сейчас вот здесь на одинаковом ли расстоянии закручивается. Нет, все-таки спинка, видишь, чуть повыше. А перед пониже. То есть я вижу, что это спинка, потому что здесь лейба. Вот. То есть вот только лишь поэтому. Давай мы сейчас вот так это сделаем. А может быть, и нет. Сейчас вот переснимем и все увидим. Вроде бы почти на одинаковом уровне вот эти вот краешки. Ну, в общем, более-менее я ее расправила и, короче, вот так вот пытаюсь ее одну на другую наложить. Вот. Получить вот этот вот сгиб. Ну, да, вот смотри. Тут, может быть, этот производитель и так и задумывал, ну, как-то косить выкройку. Видишь, потому что действительно реально вот на одинаковом уровне, вот все, оно сводится. Может быть, действительно так оно и было, но нашему клиенту так не надо. Вот. Я сейчас тут специально выправляю вот эти вот все моменты, насколько оно вот тут вот, видишь, вот, начинает. Ну, саму выкройку восстанавливаю. То есть я сейчас скалываю одну и вторую сторону. Вот так вот. Просто нахожу верхнюю точку. Вот этого. Сейчас вот, да, видишь, оно вот катается. Но перед тем как мне надо вот это как-то выложить. Видишь, я наложила один на другой рукав, и он как-то ровно запал. Знаешь, что у меня еще тут есть за такое, как бы, вот еще подозрение, что, может быть, не специально косили, чтобы вот здесь получить какой-то косой край, вот в этом месте рукава, чтобы он больше растягивался. Возможно, да. Может быть, и так, то есть, может быть, это и, ну, так и правильная задумка. Вот, ничего не могу сказать. Ну, давай тогда вот так класть. Ну, давай тогда. Сейчас будем, у нас тут очень хорошая бумага. Клеточку уже заготовленная. Ну, ладно, если туда перебегать, будет слишком сложно, да, это, да, сейчас. Вот это, например, наша будет долевая. Я сейчас очень аккуратненько переверну нашу кофточку. Так. И подвину вот сюда, вот. Какой долевой. Да. Ну, можно тут ее было найти, эту долевую. Ну, с края нагляднее. Чтоб ближе к краю этого самого. И паузу поставлю. Так, вот мы так вот и кладем. Вот так вот, смотри. Давай, если ты так снимаешь, давай я тогда лучше ее вот так переверну, чтобы было понятно, чего я делала. Угу. Да? Потому что так как-то вбок не совсем понятно. Вот смотри. Ну, да, так нагляднее. Вот эта линия, видишь, вот она. Давай еще дальше. Отвожу вот так, чтобы нам было удобно с тобой и снимать, и все делать, да? Да, вот к этой линии. Вот четко, видишь, я прижимаю, оно четко к этой долевой приходит. Давай вот здесь вот тоже сейчас отогнем. Да, вот эта нижняя часть здесь вот так идет. Ну, вот она как раз по низу. Я так предполагаю, что здесь должен быть, ну, какой-то прямой угол. Да, внизу. Ну, здесь тоже практически так есть. Вот оно и вот здесь, видишь, я тоже вот так вот кладу. Тут оно просто подрастянулось со временем. Вот, и вот эти вот точки более или менее, они выкладываются. И рукавчик, видишь, я вот так вот могу приподнять и потом упустить. Как ему надо, так он и упадет. Вот, и в общем-то наша выкройка готова к обведению. Здесь, если усреднять, в общем, так вот эту часть я уже не трогаю. Давай вот так, вот. И пошла, вот по крайним точкам пошла вот эта линия. Штрихами закладываем. Ну, вот тут здесь, по большому счету, должна быть просто плавная линия. А мы потом можем посмотреть, какая здесь степень растяжимости этого трикотажа. Потому что мы будем точно по такому же, по этой же выкройке кроить такую же блузку-кофточку, да? Ну, вот поэтому нам надо будет, чтобы эти все моменты, ну, вот тут вот, вот так она, я ее выложу. Вот можно здесь усреднить между этой и той линией, как раз вот этой вот будет. А здесь, чуть дальше, я выправила, здесь вот так. Потому что здесь у нас должен идти всегда прямой угол. Если здесь и здесь. Ну, сейчас я пока навожу выкройку, а потом мы сейчас с тобой ее усредним. Так, вот теперь здесь по верхним выправляю вот эти вот закатки, вот эти вот все этого трикотажа. Ну, так аккуратно их расправляю, чтобы не нарушить линию, чтобы она не растянулась. Вот, получается, передняя часть у нас линия вот, а задняя часть чуть-чуть повыше. Тут все-таки есть какой-то баланс. Это очень такие важные-важные моменты. Ну, в общем, вот, считай. Да, если ее выкрутить, то вот так. И я так понимаю, что вот эту вот линию, ну, вот смотри, видишь, о! Видишь, вот она. Ну, это и перед, и зад. Это зад, а это перед. Перед вот так, а задняя вот так. Да, видишь, тут как раз вот эта передняя сторона, а вот эта задняя сторона. Ну, вот, в общем-то, это и все. Единственное, чтобы я вот тут еще перепроверила, давай, я сейчас посмотрю по степени растяжимости рукава. Ну, не в двух сразу, а вот одного. Видишь, еле-еле тянется. Еле-еле. Вот степень растяжимости мы можем даже ее вот так себе отметить. На всякий случай. Потому что объем руки у нас большой на самом деле. У нас тетя такая вот, ну, наш клиент не худенький. Вот мы ее пересняли. Теперь ее сдвигаю, убираю. И здесь начинаю сейчас работать. Ага, то есть вот эта наша линия была в серединке, да? Я начинаю сейчас работать с тем, что, ну, восстанавливаю линии выкройки уже полноценно. То есть мы их как-то усредняем и проводим. Вот здесь вот, смотри, тоже ровно как все было. Только вот здесь, видишь, вот как было вырезано. Я что-то подумала, что здесь у нас идет как доливач. А вот сюда нам нужно вот где-то одну клеточку, видишь, до нарастить. Значит, плюс один см. А здесь мы просто выводим вот эту линию просто плавной, плавной линией, плавной, выпуклой, вогнутой. Ну, сравняешь, в общем, вот это вот все. Ну, и линия должна быть красивой. Да, да, обязательно в порядке. Ну, все должно быть красиво, потому что тело красивое. С такими плавными, аккадными линиями. Вот именно вот так вот вы стоите, вот так вот и наводите. Просто я сбоку сейчас встаю. Вам лучше вот так, молодей. Ну, естественно, мы эту вещь будем обрабатывать полностью на верлаке. Буду тут ее шить вообще совсем чуть-чуть. Можно под линейку, можно от руки. Ну, чтобы они такими красивыми, аккадными были. Вот здесь должны быть прямые углы. Ну, вот здесь я смотрю, что здесь, в принципе, вот эти расстояния ровно идут. Либо вот так чуть-чуть их длиннее делать и просто делать по прямой. Не обязательно здесь вот ниже дальше. Да, я думаю, что здесь надо просто усреднить. Во-первых, оно там заворачивается. Вот так. Я думаю, что здесь должен быть прямой угол и здесь. Вот оно тут ровненько все. Ну, и вот этот. Ну, тут мы даже можем с тобой вот так прописать, что вот это перед, это зад. И к этой точке все свести. Естественно, вот здесь у нас должен быть прямой угол и внизу их ухо. Мы берем вот этой вот линеечкой. Может быть и так, может и не так. Сейчас посмотрю, как будет. Ну, точно наверняка где-то вот так оно должно быть. А здесь мы ее должны якобы вот так вот свести. А здесь вообще получается почти прямая. Но опять напоминаю, что здесь должен быть прямой угол. Хотя бы сантиметр, а лучше два-три. Ну вот теперь будет у нас вот это перед, вот это зад. Вот мы выкройку пересняли. Мы можем ее подписать, кто это у нас. И все. Мы можем ее уже и кроить. Вот здесь одна четвертая получается. Половинка переда со сгибом. Это у нас будет сгиб. И половинка сзади со сгибом. И долевая. И вот это долевая в обязательном порядке. Да, молодец. Да, это долевая, конечно. Здесь сгиб, это и есть долевая. Потому что все равно все естественным образом просматриваем, чего тут так как. Они тут либо скосили, но тут не угол 45 градусов. Да, но вот так больше будет тянуться, чем если бы не сделали подолевой. Вот это долевая якобы. Вот это какая-то косая. Ну и так, и так. Одинаково практически. Я думаю, что это просто нарушение прикрою. Ну, вещь красивая все равно была куплена. И любимая. Мы ее будем сейчас повторять. Вот, пока все.